Добрый день! Это Территория культуры. В Карелии отозвался эхом Большой детский фестиваль. Почему пришло время обратить внимание мастеров культуры на подрастающее поколение? Узнаем. Какой сегодня день? Сегодня 14 мая. Для детей, к великому сожалению, в последние годы создается все меньше фильмов, снимают про детей. В основном детский репертуар – это в театрах кукол, в тюзах. Мы хотим, чтобы в нашей стране наши дети знали, что такое искусство, что такое культура, обидели бы лучшие образчики того, что делают мастера культуры и искусства, вырастали на этом, и чтобы сами превращались в великих людей и представителей нашей страны. Вот и все. Очень радостно и очень мы гордимся этим, но другого такого фестиваля нет. Это правда. Большой детский фестиваль объединяет разные жанры, благодаря чему появилась возможность ознакомиться с лучшими российскими спектаклями, фильмами и книгами для детей и подростков, созданными за последние годы. Удивительно, насколько дети порой не соответствуют нашему впечатлению о них. То есть мы думаем, они такие, а на самом деле они совершенно другие. Поэтому для нас наш Большой детский фестиваль – это еще возможность узнать о наших детях гораздо больше. Большой детский фестиваль придумали в Москве. Но очень быстро границы столицы и Московской области ему оказались тесны. Развитием фестиваля стала специальная программа под названием «Эхо БДФ». Эхо – это как бы отголоски основного Большого детского фестиваля. Мы не можем привести всю программу, но можем привести вам победителей, тех, которых отобрало детское жюри. В этом году «Эхо Большого детского фестиваля» не только услышали, но и увидели в Карелии. Всего одна фестивальная неделя включила, казалось бы, невозможные. Музыкальные, драматические и кукольные спектакли, театральную лабораторию, кино и анимацию, встречи с писателями и известными актерами, круглые столы и мастер-классы, географическими площадками фестиваля, помимо Петрозаводска, стали пряжа и кондопога. Расскажем обо всем подробнее. Смотри-ка, мой барашек уснул. Так я познакомился с маленьким принцем. Мы в ответе за тех, кого приручили. Фраза из «Маленького принца Экзюпери» стала, по сути, девизом фестиваля. Разумеется, речь о взрослых и детях, о преемственности поколений, о передаче жизненных ценностей и культурных кодов. Да, эту книгу читают и перечитывают. Ну, а сегодня новое прочтение Сергеем Безруковым, бесспорно. Да, это новое вдохновение для того, чтобы снова к ней вернуться. Неплохой, мне понравился. Интересно. Игра – главный способ существования ребенка в жизни и артиста на сцене. Основное внимание Большой детский фестиваль уделяет театру. Целую неделю все театральные залы Петрозаводска были отданы детской публике. На сцене спектакли лауреата фестиваля, выбранные зрительским жюри. И тогда он переходил на дружелюбный тон, подзывал себе каштанку и говорил «Насекомое ты существо». Да, больше ничего. Супротив человека ты все равно, что плотник, супротив соляна. Севастополь, Челябинск, Пенза, Москва, Петрозаводск. География театров участников обширна. Что показывают? Старую добрую отечественную и зарубежную классику. Актуальные пьесы современных авторов. Если бы не эхо БДФ, то юные карельские зрители, возможно, и не увидели бы эти постановки. Особенно приятно, что лауреатами Большого детского фестиваля в разные годы становились спектакли театра «Кукол Карелии». Калевала руны и о рыбаке и рыбке. Все желающие смогли увидеть их еще раз. У него в руках его дирижерская палочка. Иногда мне кажется, что она волшебная, потому что от ее взмаку начинает играть весь оркестр и звучит ровно в такт ее движения. Гид по музыкальному театру, не удивляйтесь, мышонок по имени Тео. Книга Нины Дашевской «Тео. Театральный капитан» несколько лет назад стала лауреатом Большого детского фестиваля и благодаря режиссеру Ивану Пачину получила свое сценическое воплощение. Этот спектакль тоже стал фаворитом детского жюри. Теперь путешествует по стране вместе с эхом БДФ. Я Нину знал давно, но как музыканта. Она работала в оркестре Театра САЦ. Я тоже выпускал там спектакли. И был с ней знаком. И с удивлением узнал, что она пишет книги. И когда я прочитал книгу про мышонка, я был поражен, насколько здорово книга для детей может быть такой серьезной, глубокой, наполненной такими потрясающими эмоциями, высокими материями. Жизнь, смерть, дружба, самопожертвование. Сестра, спасибо, что спасла меня сестра, грациозно разбив бутылку. Спасибо балету. Спасибо балету. Редко в нашей жизни можем увидеть образованных действительно мышей. Тео у нас, во-первых, знает человеческий язык, читает нотную грамоту, разговаривает на нескольких языках бегло. Я думаю, он где-то даже по образованию меня будет в этом смысле. Поэтому очень даже необычный мышонок. Тео много чему учит в процессе этой истории. Вот Костю, его героя. Почему вы у него научились? Ну, наверное, дружбе. В дни фестиваля юные читатели могли лично пообщаться с авторами полюбившихся им книг. В Национальной библиотеке Карелии, муниципальных и школьных библиотеках Петрозаводска прошли встречи с писателями Ниной Дашевской, Асей Кравченко, Александром Киселевым, Марией Ботевой и Еленой Петелянин. Благодаря актерам Театра кукол Карелии герои произведений оживали и обретали голоса. Всюду же осень, а вокруг моей палатки лето. Вот какой! Принцесса прижалась к Милорду. Как хорошо, сказала она. Зевнула и заснула. У брата трое детей, племянники мои, и я на них смотрела и понимала, что и принцесса, и дракон на них похожи. И в какой-то момент кто-то из них, я уже не помню, кто сказал, что про нас, что ли, пишешь? Кандидат педагогических наук и неоднократный финалист конкурса «Книгу.ру» Александр Киселев своей истории прежде всего проверяет на собственных внуках и учениках. Особой популярностью у младших школьников пользуется его книга о пиратах. В-третьих, пират презирает сокровища. Он все их отдаст на хорошее дело. Хочешь в пираты? Ешь кашу и овощи. Учись на отлично, будь добрым и смелым. Мы же готовились, мы читали, мы готовились. Они прям представляли, как это будет встреча проходить, что они будут говорить, какие вопросы будут задавать. Книжная пиратская вечеринка закончилась неформальным общением и обменом подарками. В классной библиотечке появится книга с автографом автора. А Александр Киселев увезет из Петрозаводска вот такого симпатичного пирата. Как вы думаете, о чем сегодняшние дети читают, мечтают? Ну, сегодняшние дети, если они читают, то, наверное, они читают и мечтают. Ну, о том же мечтают, о чем и мы мечтали. О каких-то приключениях, о сказочных событиях, о том, как дальше сложится их жизнь. Книга помогает выбрать свой жизненный путь. Большой детский фестиваль помогает детским книгам сократить путь от типографии до сцены или экрана. Но не менее важно, чтобы дети просто читали и давали волю своей фантазии. Вернемся на театральные подмостки. Театр Кукол выступил не только как участник, но и как соорганизатор Эхо БДФ Карелия. На его площадке состоялась режиссерская лаборатория. Молодые режиссеры вместе с актерами театра подготовили эскизы трех спектаклей для детей. Тема, семья и семейные ценности. Эскиз спектакля – это неполноценный спектакль. Они разные бывают, все делают по-разному. Мы стараемся сделать так, чтобы была примерно понятна сюжетная линия, история, взаимоотношения героев. И все остальное – это костюмы из подбора, декорации из подбора, куклы тоже из подбора. Какой-то реквизит, какие-то куклы тоже сделаны. Ну что, готова я? Готова. Ну давай, знакомь уже. Ну, знакомься, мать. Ну-ка, скажи что-нибудь. Доброго вам дня. Максимально сконцентрироваться не на идее, которую изначально позиционировала народная сказка «Сын медведь», а переписали сказку так, чтобы весь концентрат внимания был на мишке и на взаимоотношении родителей и детей. Хочется, чтобы не пытались слепить из детей что-то среднее, что-то правильное по всем лекалам, чтобы все-таки, ну, каждый мог быть собой и получать любовь, вне зависимости от того, там, не знаю, надел он шапку и решил ее не надевать. Или решил есть не ложкой, а вилкой. Нам очень понравились лабораторные работы. Для артистов нашего театра, которые принимали непосредственное участие в эскизах, это своего рода первый такой тренинг и вот такое участие. Это огромный опыт, как для меня, за неделю находить роль, голос. Куклы учиться управлять неделю – это достаточно мало, но это неплохой опыт, скажем так, для молодого актера. К огромному сожалению нас, зрителей, увиденные эскизы не превратятся в спектакли. Но театр кукол познакомился и поработал с молодыми талантами. Их фамилии вполне могут когда-нибудь появиться на его афишах. Помучите и скажите мне, кто чувствует здесь вибрацию? И, э, а, о, у, и. Пробилось, видишь, хорошо, пробилось. Ева, попробуй. Тем временем Петровский дворец превратился в своеобразную мастерскую. Под руководством опытных московских педагогов учащиеся творческих студий города постигали основы актерского мастерства. Только надо не просто дотронуться, а направить. Да, давай, следующая. Пока ты не дашь следующая, я буду двигаться туда, куда ты меня направила. Как это важно, задать правильное направление развития? Станут эти ребята в будущем профессиональными актерами или нет? В дни Эхо БДФ они получили бесценный опыт общения и смогли во многом продвинуться. Сцены речи, ластика, вокал. Я просто хотел дополнить то, что тут вместо нас, как начинающих, да, обучать, но все, что мы тут делаем, мы это уже делали, но нам как будто с другой стороны это показывают и по-другому преподносят. И это очень интересно, да. Педагоги замечательные. Настоящие профессионалы. Ну и как же без любимых киношек и мультиков? Родители этой детворы выросли на героях Уолт и Диснея. Большой детский фестиваль поддерживает развитие отечественного кино и анимации для подрастающего поколения. Такого сейчас, к сожалению, немного, но есть на что посмотреть. Любимые книги и фильмы детства помогли нам сформировать характер, определить жизненные ценности, выбрать профессию. Важно, чтобы такие же верные друзья появились и у наших детей. Пусть эхо Большого детского фестиваля звучит долго и громко. И увидимся на территории культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова